Европейское кафе 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 Тема у нас «Дея», это вот была такая задумка Андрея, я думаю, он тоже пояснит, что это за «Дея», такая граница образования маршрута и актуальной культуры, ну и может быть здесь есть люди, которые не являются еще друзьями Андрея, я вижу много друзей, но может быть есть те, кто еще его друзьями не стали, и для них, для тех, кто впервые пришел, хотела бы сказать, что Андрей Дурейко, это художник, выпускник Минского художественного училища, затем он учился на монументальном отделении Белорусской академии искусств, из которой был исключен в 92-м году во время организации антиакадемической выставки «Уроки нехорошего искусства», и с 98-го года оказался в Германии Андрей, поскучился в Дюссельдорфской академии искусств у Герхарда Меркса, и с 2005-го года, что очень важно, вместе с рядом других белорусских художников, художников с Максимом Бакульчиком, Жаной Граф, Андреем Логиновым, Максим Тименко, делает такой проект «Ревизия», проект до сих пор существует, я вот принесла вот такую книжку, мы выпускали в 2013 году «Радиус нуля», в которой Андрей Дурейко и текст написал о том, как складываются траектории белорусского искусства за пределами Беларуси, здесь большой обзор нулевого десятилетия вот об этих самых траекториях, и здесь же можно узнать об этом самом проекте «Ревизия», он также отдельно представлен, так что я очень рада, что вот Андрей уже и как автор, и как художник вошел в эту книжку. И прежде чем Андрею передать слово, я хотела бы обратить ваше внимание, что у нас тут анкетки для вас есть, заполняйте их, пожалуйста, мы пытаемся, стараемся учитывать ваше мнение насчет лекций приезжающих гостей, ну, нам также интересно, кто вы, откуда, почему пришли на нашу лекцию, где узнали о ней, и в подарок вам за заполнение лекций дарится ручка, а также вот есть у нас еще такие красивые значки «Новые колороны». И у нас такой план, Андрей Дурейко будет 40 минут до часа поступать, и после этого будет дискуссия, и я надеюсь, что дискуссия будет не менее интересная, чем у лекции. Вот слово Андрея Дурейко. Я очень рад многих видеть, и, да, и как обычно, по-моему, очень молодых людей, так все, получается, что странной позиции читать лекцию, да, учеба, не для тех, кому она уже не узнает. Ну, ладно, это, наверное, парадокс типичный. Где я, 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 это завсюду пытание стоит перед нами, что мы ругаем. Я, разумеется, попытаюсь сейчас как-то, ну, отвечать на эту тему, которая была задана, не совсем мной сформулирована, и я вот вначале думал, что больше рассказывать о своем собственном творчестве, однако организаторы предложили именно эту тему, и, в общем, наверное, это, ну, есть смысл в этом показать, как бы, рассказать о тех, кто не в курсе, или еще как-то сравнить на личном опыте. Я думаю, что, ну, все прекрасно знаем, ну, и стоит вопрос там, кто, как бы, откуда, и вот эти карты покажут для меня, ну, скажем, определенный расширенный путь, который проделал не один я за последние несколько десятилетий, многие белорусские художники, и я думаю, это не последний раз, когда кто-то будет приезжать и рассказывать о своем опыте. Для меня это представление кажется абсолютно нормальным, когда деятели культуры, тем более художники, живут на две страны или вне страны, потому что в сегодняшнем мире, как бы, невозможно, ну, наверное, со времен передвижников, невозможно оставаться на месте по ряду причин, и, разумеется, скажем, для меня эти причины покинуть страну были определенные, скажем, кому-то, ну, и вообще есть разные причины, они могут быть и личного, план характера, или характера, там, социального или политического, вот, иногда они все вместе совпадают, и мы знаем об этом тренде, но то, что Оля сказала, эта статья про бел, скажем, она, наверное, лучше всего светит или освещает эту тему, и кто захочет ее прочтет, и сегодня, конечно, я буду говорить, да, откуда она, то есть, скажем, я бы начал, на самом деле, если говорить про сравнение, что, в чем отличие, иногда я думаю, что никаких отличий нету в географии, а есть какие-то отличия принципиальные во времени, потому что, если вспоминать времена какими-то 90-х, ну, или конец 80-х, то многие вещи, которые я для себя открыл, скажем, в училищах уможественных, Оля, я, по-моему, не прочла биографии, особо, наверное, выразила свою благодарность нескольким людям, вот, Алле Близнюк, Игорь Ютишин и Наталье Залозой, которые в то время в МХУ преподавали, и, как мне позже кажется, что многие схемы того образования, они принципиально не отличались от, скажем, учебы за границей, и это было даже весьма интересно, скажем, но это то, что касалось училища художественных. Разумеется, в те времена были, я какие-то, да, ряд иллюстраций показываю, что в те времена нормально было по любому вопросу блокировать училище художественное, выставлять вопросы прямые директорам или даже вообще просить их о том, чтобы они уходили и приходили другие. Студенты были абсолютно другого рода активность, проявляли, и эта активность, как бы, она носила, конечно же, в перестройку определенный перелом, благодаря историческому процессу была на переломе, и такая свобода, она была самым ценным фактором, который был у нас в то время. Разумеется, наши какие-то учебы, она была не только, скажем, в области, там, классического рисования, или еще чего-то, она носила, конечно же, характер самый главный модернистского понимания, что есть модернизация или как вообще можно воспринимать современность. И мне кажется, вот этот вопрос совмещения классического образования и классического знания, какие-то знания классики и все время заточенность на модернизацию, это важнейшие были два пункта, которые, на мой взгляд, я, по крайней мере, когда учился, звучали. Как они развивались, разумеется, мы знаем, что там много есть пути. Поэтому для меня третьей школой жизни была абсолютно какая-то, скажем, независимая позиция, и в те времена, конечно, город был совершенно другим, не таким, как, наверное, сегодня. И, скажем, да, это какие-то примеры иллюстрации, мне они, кажется, ностальгические по училищу, но они говорят о какой-то там, вот, скажем, свободе передвижения в городском пространстве или училищном, когда можно было совершать акции любого рода, там, вот, как эти, переплыть о Ла-Манше, или когда мы, скажем, посвящали какие-нибудь там акционерные действия Достоевскому, бегали с топорами по проспекту, в те времена, разумеется, было совсем другой климат. И, в общем-то, я говорю, что я не вижу каких-то принципиальных проблем, которые, или принципиальных отличий, которые, скажем, существуют сегодня. Почему получается так, что время, как бы, ну, прошло, там, почти 20, там, 15-20 лет, и почему-то определяется, что время, ну, более важный элемент современности, чем, как бы, расстояние. То есть, скажем, в этот раз мне, чтобы добраться, там, до Бреста, понадобилось примерно в два с половиной раза больше времени, чем добраться до Нью-Йорка. Это казуистика, которая происходит, и она связана тоже с какими-то вопросами, не только техническими. И меня это поражает, например, до сих пор. И, конечно же, вторая вещь, что, я не знаю, тот период длился определенное время, не такое долго, наверное, 8, после чего начались вот все эти катаклизмы до русского сознания, знания, как в системах, когда, вот, скажем, за такие работы, вот эти, да, там, Алексей Тюрихов исключался, или как из училища, и когда проходило целый ряд репрессивных, как бы, событий, это, это вопрос, конечно, для меня стоит до сих пор открытым, потому что многие деятели культуры, те, которые сформировались в 90-е, конечно же, не пережили этот репрессивный характер вот нашего образования, когда просто людей исключали за любое, там, телодвижение, в сторону какого-либо, там, модернистского поведения. И, мне кажется, это наложило огромное отречаток, вот, ну, негативно на всю культуру современную. Мы видим такое заморозку во времени, которая произошла, и она меня, ну, скажем, в тот момент не устраивала, и сегодня тем более смущает. Хотя, ну, конечно же, скажем, мне бы хотелось только критиковать, или, там, тем более, что, там, вот, как мне сказали, еще на подступах уже, там, пару дней назад, мы же не пойдем на твою лекцию, там, ну, люди из Академии, ведь ты же будешь опять нас всех влажать, ну, ты же будешь все равно говорить о богатости, и, в общем, чем нам это служит. Отметь, я не думаю, что я, как бы, хотел бы выражаться Академии сегодня, как бы, негативным, вот, о белорусстве, но, как бы, не могу об этом, ну, не говорить, потому что, в связи за тем, когда выгнали людей, скажем, начались деструкции, скажем, вот, ну, реальное, скажем, помещение. Когда я изучал историю, скажем, вообще историю навеса, или историю вообще нашей, ну, школы, модернизма всего, которых белорусская должна была бы гордиться, когда мы сегодня, там, приходим к какой-нибудь музее, видим, там, вот, нам распасовку показывают до какого-нибудь, там, 20 какого-то четвертого года, а что дальше, эту историю нам не описывает. Конечно же, история училища художества, это поразительная история, ну, деструкции, это все время стремление, почему-то, вот, как прислали когда-то нам, вот, там, скульпторов из Петербурга, которые занялись в Витебске, с деконструкцией у навеса, это все время как будто повторяется. То есть училище, которое, скажем, существовало, стояло, никому не мешало, и вдруг, скажем, эта картинка, да, эти три камня там так и лежат у меня на полке, это все, что осталось, скажем, от моей мифологии, которая, и, разумеется, которой принадлежат многие люди, там, здесь сидящие, наверное, в зале, и это вот и все, что есть от этого здания, от этого училища, это, как бы, поразительно. Почему у нас отношение, скажем, к теме модернизации, несмотря на то, что политически она объявляется, исключает, как бы, модернизацию художества. Я думаю, что без пластического понимания форм современных невозможно никакое развитие никаких других сфер, потому что непоразительно, если мы начнем изучать, ну, историю, там, прошлых веков, мы ее все время, в большинстве случаев, берем и рассматриваем как визуальный ряд. Остатки очень мало, ну, скажем, литературных остатков, осколков таких. И то же самое, скажем, происходит, ну, скажем, я не понимаю, почему, почему модернизация в искусстве – это конфликтная тема или отказ исполняется. Понятно, что мы, как художники, обязаны говорить, ну, какие-то слова честные, правдивые, иначе искусство не будет функционироваться. Возможно, это причина. Но это, как бы, такая прелюдия, да, скажем, что на самом-то деле я считаю, что все бывало у нас, но это происходит так волнообразно. В то время, как, да, вот, скажем, в то время, как, попав в Дюссельдорф, а я буду сейчас, наверное, говорить только о своем личном опыте, хотя, мне кажется, было бы уместно, наверное, говорить о том, что это явление не единичного рода, и школ, которые, скажем, в которых учились белорусские художники, их, ну, по всем странам Европы есть, и по несколько, и опыт, конечно же, колоссальный за последние десятилетия сложился, что наши резиденты практически во всех самых известных школах есть, и закончили их успешно, и учились у известных художников. И одновременно этот опыт очень мизерабельно здесь используется. Скажем, ну, контакт в обратную сторону происходит, ну, с трудом, или практически не происходит, как бы. Понятно, что это могут быть какие-то объективные причины, по типу экономические, все, но то, что вот Оля сказала про такое понятие «свои чужие», этот тренд уже не первый год появился, и, как ни странно, он постоянно культивируется. Он, мне абсолютно тоже, кажется, контрпродуктивный, то есть разделение на своих и чужих в современном мире, это в современном мире искусство точно не цельсократии. Также, думаю, что, ну, я как иллюстрацию беру, мне кажется, что, попав, вот, скажем, в тот же Диссюльдорфскую школу, ты видишь сразу же, начиная с той же архитектуры, с той же формы презентативности, как относятся на государственном, культурном уровне других странах. Ты ходишь и читаешь на стенах имена людей, с которыми у тебя нет конфликтов, потому что там, ну, ты видишь одни, как бы, авторитетов имена, тех, которых ты с детского времени знал, которые зайчик и дюрор, каждый из нас, небось, там, видел и любил, и тут нет проблем. Или, например, если, ну, я не знаю, там плохо видно, но надпись, которую сделал ректор Академии, НКАМ, сделала все лучшее для наших студентов. То есть, скажем, при входе в Академию эта надпись существует, и такой слоган, ну, как бы, от ректора, это весьма символичный, скажем. В то время, как, попадая в нашу Академию, я, например, вижу вот такую картинку. И она многих десятилетий не меняется, разве что флаги иногда сменяются, но эти два стоящих миклеанджеловских раба, они вызывают ремона. Когда я разговариваю с многими людьми, которые закончили эту Академию, я спрашиваю, вы помните, что стоит на входе? Многие хорошо защищены, они не помнят в упор этого. Я думаю, что сегодня после реконструкции Академии, наверное, уже появятся другие символы. Хотя, кто знает, возможно, ректору нравится эта скульптура. Да, это, например, те школы, которые закончили многие наши коллеги. И, наверное, даже список неполный, я там тоже не такой еще исследователь этой культуры. И, наверное, я бы хотел на примере такой, да, я, наверное, просто расскажу про свой опыт учебы, хотя это тоже уже достаточно давно. Скажем, когда говорят, о чем принципиально отличие Академии художеств одно на другое, в которой я тоже учился, вот. Мне кажется, самым важным является изначально конструкт. Для меня лично Академия началась задолго. Один из поводов был, скажем, когда-то еще в Варшаве, я купил одну книгу разговоров Йозефа Бойса, она, по-моему, до сих пор есть у Сергея Баварик, эта книга, ездил долго в направлении Сибирских или Уральских широт, в те времена надо было деньги зарабатывать. Я ее перевел, и меня поразила тогда открытая форма высказываний именно Йозефа Бойса. Для меня это был ключевой переломный момент в понимании, что есть понятие открытое учебное заведение, как можно методами, как бы различными, которыми у Йозефа Бойса известен, скажем, провокацией даже по отношению к администрации или захвату помещений, или, наоборот, открытых классов и всего. Ну, в общем, это, конечно, стоило бы эту книгу перечитать или, скажем, пересмотреть. Вот. Так вот, принципиальная вещь тогда для себя открыл такое, что, в общем-то, существует такое понятие, как свободное искусство. Оно существует даже вплоть до того, что так и называется одно из отделений в этой академии. Идея меня это страшно поразила. И заплатила, я подумал, да, вот в такую школу я хотел. Я тогда не думал никаких поездок в Германию и никаких отъездах, но судьба позже так сложилась. И поехал в Сельдов для себя, я уже, конечно, к тому моменту как-то понимал, что это за структура. Самое поразительное, что мы видим, с одной стороны, вот почти старую, такую средневековую традицию, когда человек с вагонной с улицы приходит к конкретному профессору-мастеру. И, в общем-то, от воли этого единственного человека зависит, берут тебе или не берут в эту школу. Очень простая конструкция, абсолютно доверительная, абсолютно не имеющая, скажем, необходимости быть, как бы, учитывать другие инстанции, в начальном. Происходит персональная ответственность учителя и твоя персональная свобода выбора этого авторитета. Это в корне отличается, разумеется, от нашей системы, где существует коллективное безответственность, существует много учителей, которые никто отдельно не берет на себя полную ответственность о том, что с твоей судьбой будет. Поэтому исключать людей из академии, здесь было, не знаю, как час, возможно, все изменилось, в наше время было абсолютно элементарно. То есть, именно просто выбрасывать людей. В то время как в Сюдорфе я не знаю ни одного случая, зачем выбрасывать людей, которые хотят изучать нечто. Это как бы принципиальный вопрос. Да, я вообще не не с кем курсом. Это просто потому, что... А в другом, да, есть практически то же самое, что и у нас. То есть, там есть архитектура, есть скульптура, есть художник сцены, фильм-видео. Это же самое свободное искусство, интеграция изобразительной искусства, или как, совместная изобразительная искусства, архитектура, живопись, живопись и скульптура, скульптура и графика, и фотография. Это те отделения, о которых можно как бы учить Дюссельдорф. Мы видим, разумеется, здесь сразу же несколько позиций, которых у нас, возможно, я тоже говорю, сегодня, возможно, существует принципиальное изменение. Но здесь мы видим несколько аспектов, которые мне крайне были симпатичны в то время, а сегодня остаются так же. Именно это понятие, вот, скажем, такое отделение, как свободное искусство, то есть междисциплинарное, где не стоит никаких медиальных старых заквасов. И, скажем, ориентация школы на современные медиа, на фотографию и на вид. Причем, конечно, надо понимать, что Дюссельдорф это не школа, там, классическая, техническая, или не школа, те, которые, скажем, известны, как Кельская медиашкола, или ЦКМ в Танцруе, которая исключительно на медиальном искусстве замешана. И это стремление к медиализации, к техническому освоению, это отдельная тема модернизации, скажем. Надо понимать, что само слово «Академия для Дюссельдорфа», «Академия для Дюссельдорфа» возникла в 1773 году. И это еще эпоха королевств, эпоха империалистического сознания. Это всего лишь за пять лет до нашей, так называемой, революции освобождения. Потому что, если мы думаем на искусстве современном, мы должны понимать, что оно идет не с 13-го, не с 17-го года, что оно возникло после французской революции. Это очень важный момент. Так вот, эта школа еще возникла как бы до Акля, чуть-чуть, совсем рано. И мне кажется, в те времена, в те еще, короли имели право и смысл называть эти заведения академией. В то время, почему в наших структурах произошло это, и почему в 91-м институт начали называть академией, я до сих пор не могу найти объяснение. Мне кажется, это фейк. И, как и многие другие вещи, у нас называют фальшиво. Мне кажется, это такая же вещь, которая существует в других школах, где существует трансформирующаяся традиция. И, возможно, она поэтому более уместна, нежели какие-то вещи, которые происходят у нас, что клеят лейбл, но за этой лейблой происходят совершенно другие процессы. Это как такой тоже пункт отличия, который, мне кажется, с исторической точки зрения важен и, разумеется, сегодня. Тут какие-то перечисления. Кстати, я не знаю, по-моему, изображение обрезается, да? Не знаю, почему. Да, ну это верит к тому, что многие люди, которые меня знакомы здесь, из академии, они тоже всегда говорят, ну да, ты попал в класс, и там бы ничего не делается. Но проблема в том, что свобода выбора для многих студентов, ты приходишь к профессору, и, как бы, казалось бы, ты получаешь только от одного человека контакт. На самом же деле, все это совершенно не так. И в той же Дистиллерской академии существует, наверное, тоже старомодная структура мастеров и мастерских. И параллельно, кроме изучения теории или еще других вещей, контактов с профессором, ты можешь точно так же изучать все остальные вещи во всех, вот, ну, перечисленных, там, отделах, там, от натурного рисунка или, там, графики различного рода. Есть отдельный верхштадт. То есть это тоже принципиальное отличие от нашей школы. То есть студент находится в классе, но все остальные мастерские, гипс, верштадт, металл, металлические, там, видео, фото, лаборатории, все они открыты, и каждый сам свободен в выборе этих, скажем, отделений, что заставляет тебя самого делать выбор и не ограничиваться на определенной, скажем, пусто профессиональной, скажем, линии. Конечно же, аспект тот и та трансформация, которая произошла в Диссельдорфе, и почему, может быть, Диссельдорфская академия настолько известна, это, конечно же, сами кадры. И когда у нас любят повторять, что кадры определяют все, то, конечно, уж лучшего примера, чем Диссельдорфская академия, возможно, не существует даже в России и Европе, а может, и во всем мире. То есть это темная школа, которая, особенно в этом столетии, может, ну, гордиться неимоверным большим количеством, как бы, имен. Это, скажем, от Лембрука и Арнабреха. Разумеется, выделяя такую вот фигуру, как Арнабреха, мы понимаем, что в каждом социальном и историческом процессе существовали свои проблемы. В Диссельдорфской академии тоже они были, потому что официальная позиция со сменой какого-то режима, она также менялась в этой школе. И, скажем, между этими двумя художниками нет никакой исторической дистанции во времени между Плие и Арнабреха. Но есть принципиальная разница в школах. И понятно, что искусство модернизма во времена национального социализа стало в этой школе как бы репрессивным. Но позже, сделать выводы как бы послевоенные, в Диссельдорфской академии произошли колоссальные, мне кажется, принципиальные изменения. И именно ориентация на демократические процессы и на свободу выражения искусства и в любых формах породила действительно невероятный подъем. И в Диссельдорфской школе преподавали такие профессора, как Йозеф Бойс, Вихтер. На сегодняшний день это самый, скажем, дорогой художник в истории вообще. Гентор Юкер, Отто Пин, Нам Джумпай, основатель медиаискусства. Соответственно, все эти даже имена, которые показываешь, каждый раз это отдельная позиция, которую, наверное, каждому из них надо было бы смотреть или отдельную лекцию делать, и у меня нет такой возможности. Очень важный момент Диссельдорфской школы, ее открытость и интернациональность. В этом тоже, наверное, принципиальное отличие, скажем, с системами нашей, которые практически в современном состоянии ориентированы больше всего, наверное, на, как бы, на республиканский масштаб, а не как, я не знаю, может быть, я могу туда поправить, но, скажем, система только на местные кадры рассчитана сегодня стала. В то время как в Диссельдорфской школе, наоборот, это открытые двери, все пять континентов, условно говоря, представлены там и студентами, и профессорами, скажем, как Данил Бюрен или Янис Кунелес. Важнейшим, мне кажется, момент вообще является то, что эти профессора все не нуждаются в дополнительной рекламе, а они являются все действующими художниками в первую очередь, а потом уже какими-то, скажем, функционерами. И это всегда было примером для каждого из молодых людей, и остается до сих пор, что как бы ни у кого нет вообще проблем вот этого именно, ну, как бы, внутреннего авторитета. Есть возможность, как бы, диалога с учителями, и, разумеется, опять же, есть свобода выбора. Если тебе не нравится в какой-то момент твоего развития или становления, ты просто уходишь в другой класс и выбираешь, как по себе, другую профессию. Да, ну, я не знаю, да, можно показать еще какие-то профессоры, которые могут быть, Ринке или Кицель. И, разумеется, я выбрал эти иллюстрации для того, чтобы также показать, ну, какое-то отличие, скажем, или, да, не очень. Отличие, скажем, принципиально, чем занимаются наши педагоги или профессора, и чем занимаются, скажем, художники западные. Мы, конечно же, видим колоссальное различие в пластическом понимании искусства и в его интерпретации. Скажем, остановившись на этом профессоре, это Швеглер это был, да. Культискурс. Я хотел просто сказать, что бывают художники, которые, скажем, сами по себе, как и Швеглер, были достаточно, ну, они известны, скажем, ну, только региональному, в немецком масштабе. Но их роль, скажем, педагогическая, оказывается настолько невероятно велика, потому что они, скажем, наверное, не из одного класса, как из Швеглера класса, не вышло, как много известных художников. И это, например, тоже феномен бывает, конечно, или такой талант, педагог. И, как бы, это очень тоже важный момент, когда ты учишься, скажем, или там в школе, ты действительно имеешь возможность, ну, свободного общения. И вот этот, как мой профессор тоже говорил, что я с вами не разговариваю там, или я вообще не профессор, это так, ну, это там вот надо для зарплаты, или там для чего-то. Я с вами разговариваю как художник с художником. Вы просто еще молодые художники, а я уже там состоявший. Или там, и это всего лишь диалог. Вот эта открытость диалога, мне кажется, очень важное отличие от какого-то, ну, преподавания, которое, скажем, неизвестно, ну, здешней академии. Но это, конечно, ну, это не упрек академии, я имею в виду, что, возможно, это зависит именно от личности, которые там преподают. Да, ну, какие-то иллюстрации других профессоров, там, Томас Шут или, скажем, вот, Бернтон Хиллебехер, которые тоже, сами преподавая, повлияли и их, скажем, отношение к искусству банального или, скажем, к артефактам банального, то есть в действительности, в которой они жили вот в этом рок-бивите, повлияли и породили целую школу, как бы, Бехеров, так называемую, и Томас Руф, скажем, или Андреас Гурский, самые наиболее известные фотографы, которые сами же потом стали профессорами в этой школе. Сегодня замечательная, парадоксальная вещь, в котором, и возможность, что Андреас Гурский преподает вот это тоже свободное искусство, и в его классе люди, конечно же, занимаются не обязательно фотографией, напротив, всеми другими дисциплинами, живописью или инсталляцией. В Сульдорфе также короткое время преподавал Джефф Уолл, или же Герхард Мерц, который известен как концептуальный художник, и искусство которого часто выходило за грани изобразительности, а в архитектуру. Что, мне кажется, вообще одно из фундаментальных различий, что, скажем, контакт, или проблематика архитектуры и изобразительного искусства, это все еще слабое звено в белорусском, скажем, школе. А отсюда порождается проблема презентации. И когда, скажем, я сейчас специально посетил все выставки, которые находятся в нашем городе, меня поразило действительно, не знаю, какое слово подобрать, чтобы не обидеть, мидерабельное или дилетантское отношение именно к форме презентации. Несмотря на какие-то замечательные работы, как они поданы, это просто невозможная катастрофическая ошибка. Это очередной профессор Розмайленд Роккель, или Катарина Фридж, Грюнфельд, Китер Фермайронд. И я каждый раз показываю, как бы эти образцы тоже выбираю. Я думал, чтобы показать принципиальный пластический отличик. Наверное, иллюстрации иногда лучше говорят, чем, скажем, мой комментарий. Или же, скажем, бывший ректор Академии. Да, все-таки, извиняюсь, сильно обрезает. Я не знаю почему. Тони Крэг. У меня как раз, да, нет этой иллюстрации. Мне было интересно, вот, скажем, Тони Крэгом история, мы видим тоже принципиальную разницу, скажем, вот такого примера построили на нашем городе в одно время президент, президент, она называется, или Дума Республики, не знаю, как правильно. И буквально через две недели было открытие вслед за этим в Баку другого центра Алиева, в который построила садо Ходить, и который позже вот Тони Крэг как бы выставлялся. И вот мы, наверное, можем тоже понимать, что происходят одновременно две катастрофически разные позиции. Они в одно время построены здания, но одно нас катакультирует в какие-то 70-е годы, в то время, и это как бы в европейской части, в другое в то время, где-то в азиатской, где мы можем не ожидать, строится абсолютно укресовременное здание, которое как бы показывает возможности других пластических шей. Это совсем новые профессора, Катарина Гросса, а это, наоборот, старый профессор ректор Академии Маркус Люберц. Или же Таль Эр, или же самый, наверное, тоже с ними нашумевший, к которому профессору стоят очереди студентов, Питер Дойк. И последняя, наверное, не знаю, иллюстрация, это будет нынешний ректор Академии и тоже интересный факт, что наконец-то в Академию, например, преподает американский художник. И мне кажется, вот этот момент расширения, когда можно общаться, скажем, вот, да, я допустил этот момент, что для меня было весьма интересно, приезжая в чужую страну, языковая форма общения, как ты общаешься, скажем, вот эта интернерализация, что ты можешь в чужой стране говорить на английском языке, ты имеешь возможность, как бы, плавного вхождения в нее, изучения других языков, там, скажем, ну, понятно, потому что немецкий ты обязан изучать. Это придает совершенно другую форму коммуникации между людьми и меня, скажем, это очень захватило. Тут будут какие-то иллюстрации, которые я хотел просто показать. Ну, да, известно, что, скажем, вот эта система открытости, которую в Струнлёрской Академии известна, вот такая картинка, она каждый год в феврале наблюдается, что в Академии стоит просто очередь простых зрителей, Академия неделю открыта для просмотров. Один раз в год делаются все классы, выставляются люди, кто желает. И, в общем-то, посещение Академии, которая проснет, и проходит через двери Академии зрителей порядка десяти тысяч. Вот последний подсчет. Это, как бы, семья толпы людей, которые интересуются искусствами и какие-то мистер-сер-сер-н, как вот эта, где студент вывесил просто лозунг, что искусство не имеет альтернатив. То есть с раннего времени учебы люди начинают понимать значимость эстетической идеи и убеждены в четкости этой идеи до конца. Несмотря на то, что их поведение может казаться для наших зрителей каким-то элементарным и даже примитивным, скажем, да, просто, что за искусство ломает стены человека еще. Но мне кажется, что я даже, наверное, не буду ничего даже комментировать, я просто покажу какие-то примеры другого искусства, и мы поймем, как бы в чем отличие, скажем, просмотров здешних от просмотров Дюсельбергской академии. То есть многие из них, как бы, я не брал, как бы исходя из каких-то качеств, даже отбора материалов, и, наверное, другой бы художник и всем другие показал, а лишь задавая какие-то масштабы, возможности, которые, и той свободы, которая современной художнике молодой выражается, потому что, ну да, вот там отрезать кусок крыла самолета и приволочить там в академию, это иногда производит впечатление. Это, скажем, да, вот по фотографии. Разумеется, сама академия с ее масштабом, с ее старыми, как бы, стенами, там, и всем, она задает масштаб, ну, потому что, когда ты входишь в помещение с 7-метровыми потолками, ты более-неболее, как бы, нацелен на реализации масштабные, что, мне кажется, тоже является для молодых людей особой интересной практикой. Но, разумеется, масштаб не самое главное, а как раз мне, кажется, вот, ну, такая иллюстрация, я не знаю, но принципиально отличие мы будем видеть, потому что, сходив там на выставку скульптуры, вот, где мы видим, скажем, в белорусском контексте, ну, не знаю, это, наверное, 40 или 50 имен, наверное, на последних выставках, которые я в палаце сейчас вот увидел, где мы вдруг обнаружим единостеристический, скидеристический манеризм такой. Я не мог поверить, потому что это действительно создала одна школа, это разница, в то время, как мы видим, в данном случае, что совершенно эта школа, это, наверное, в данном случае, это разноголосие, полифонические отношения, личные, индивидуальные позиции. И, разумеется, смелость студенческих работ, она главный, наверное, индикатор, главный вообще притягательный, вот, и магнит Сюльгородской академии, где эксперимент и радикальное высказывание стали просто нормой. Я думаю, что это важно тоже отличить, что если в школах или же в институциях возможны эксперименты наподобие, скажем, то, что делают ученые в своих лабораториях, то это, конечно, может породить какие-то новые формы в будущем, которые, собственно, мы и видим, что Европа и европейская школа являются кузницей новых идей, и в то время как здешних мы втыкаемся все время на какой-то вторичный пост, запаздывающий момент, наверное, действительно с этими установками, что одни учат как надо, а другие учат как неизвестно. Да, есть, скажем, да, школа, конечно, это отдельная медицинская академия, разумеется, сама по себе замечательная вещь. Так вот, следующий момент, мне кажется, что, да, порой картин, я даже взял просто городских, потому что, мне кажется, само городское пространство, оно влияет не меньше на формирование художника, на самом среде, чем это делает, скажем, школа, это один из элементов, и когда ты видишь современную архитектуру, реализованную в масштабе, даже в таком городе, это, в случае, ну, это небольшой город, это Кипомик, вот, а вдруг ты можешь увидеть, ну, классику, или, там, архитектурную реализацию, вот, то, конечно же, это также заставляет тебя по-другому мыслить или по-другому действовать, скажем, здание парламента земельного. Самым важным, мне кажется, аспектом непосредственный контакт с искусством, как мы видим искусство. И Десельдорф это просто колоссальное как бы место, потому что для такого города, наверное, это наличие музеев. Десельдорф просто, вот, казалось бы, я говорю, как умер, как бы, а есть только пять художественных музеев, вот. И вот этот музей, Эрингхоф музей, это вот пример такого, ну, Десельдорф известен своей коллекции, то есть там можно найти, от Рубенс, Десельдорфская академия известна своей коллекцией в первую очередь, вот, и там есть примеры, говорю, от Рубенса до Намзинбайка, там есть и Дюрер, там есть и Декирико и другие, в общем-то, академия создает коллекцию, очень создала, собрала достойных произведений, которые легли в основу этого музея. Вроде, если я не ошибаюсь, это является лучшей, скажем, коллекцией барочного графика. И, соответственно, вся практика, скажем, изучения искусства, теории или истории искусства, она проходит именно в самих музеях, и в этом тоже принципиальное отличие, скажем, это не просто теоретизирование, а это анализ реальных произведений искусства. И мне это тоже казалось очень проектов, но не важно. Например, очередной момент, который существует в академии, существует своя галерея, и город отдал в самом непознатном месте, на Рейне, вот такое здание под академическую галерею, где, как правило, выставляются профессора в академии, так что, это тоже нет игры в прятки, каждый раз мы имеем возможность будучи учить, участвовать там, видеть, чем реально занимаются профессоры. Очередное как бы место для выставок наподобие нашего палаца Мастац, это Кунстферрайный Кунстхалли в Сундорфе. И интересно то, что, скажем, это здание модернизировано, после войны разбомблено и восстановлено, но на самом деле оно существовало с 1846 года. Так что история возникновения как бы Советов Художников, она в Германии безусловно имеет опыт и как бы более длительный, это как раз тот известный Малькастен, в котором как бы возникла вот этот Союз Художников. Отличие опять же структурное возникает в том, что не один Союз Художников, а их множество. Вот эта возможность, ну как бы у нас тут некоторые говорят, да надо там от Союз Художников местные разогнать, еще что-то. Я-то не думаю, что надо кого-то разгонять или зачем, но организуйте свои параллельные явления, то есть или параллельные. И вот возможность этой параллельности, она ну как бы такая тоже отличительная принципиальная волна. очередной музей, это искусство 20 века, что собственно стало давным-давно дать Сильдорфа нормой именно рассматривать актуальнее помимо того собрания, которое существует, есть как бы вот анализ всего искусства модернизма. И Сильдорфу очень повезло, потому что они начали собирать скажем, тоже американское искусство, когда его можно там купить, не знаю, дворкового за 20 тысяч или там за сумму абсолютно адекватную. Сегодня конечно коллекция невероятная и возросла в цене и конечно невозможно себе приставить. Или вот это здание бывшего парламента, которое отдано под искусство 21 века. То есть еще 21 век только начался, а скажем, вот такой музей существует как функционирующий и в котором проходит не только ну в котором есть часть коллекции уже современных художников, но большинство проходит самых больших выставок актуального момента. Да, это пример тоже. Сознание модернизма в музее доходит до всяких различных форм, вот скажем, одна из последних выставок, которые до сих пор еще есть, вот так их аттракцион. То есть человек буквально в смысле ходит над пропастью и это переживание конечно ничем не передаваемое и масштаб как бы реализации он в бар. или скажем существует такой музей очередной или выставочный зал, правильно сказать, НРВФ, в котором представлены чаще всего фотографические выставки или же искусство дизайна. Здание тоже там замечательнейшим примером функционирования приватного как бы мне кажется в Сульдорске собрание, если кто-то добудет, коллекции Юлия Стошек. Это по-моему единственный музей медиа-искусства в Германии и это совершенно другая радикальная форма реализации, когда приватная персона гораздо свободнее может определять какое искусство момента важно. И она собрала колоссальное количество образцов, скажем, видеоискусства, которое постоянно открыто для доступа каждые выходные. это дом ее приватный дом но она открывает и люди могут видеть каждые полгода новую часть ее коллекции либо известнейших видеокудожников чего себе не могут позволить многие музеи. Самым интересным одним из последних времен это то, что город нашел возможность когда-то под этим зданием галерея для молодого искусства. То есть когда туннель это на самом деле галерея находится под туннелем а она только вход такой где реализуются только молодые художники после академии в рамках академии и это абсолютно замечательное место потому также белорусские художники сделали свои реализации и это говорит о политике города и государства в первую очередь города на открытость и на стимулирование процессов культуры или или скажем бывшая шмеля галереи которая известна легендарная галерея которую этот дом сейчас подарили хозяева собрания музея и этот дом каждый четверг открытый клуб для обсуждения всех тем она приглашает кураторов коллекционеров студентов то есть в общем это постоянно функционирующая открытая площадка то что ну скажем галерея иногда пытается этим заниматься разметиться есть многие другие музеи как музей керамики или есть там шлез бенраг такой такой ракахо такой список музейчиков для нашего скажем глобина это конечно невероятная ударная волна это только скажем волна скажем Гюшельдорфа стоит переехать мост или попадаешь в Нойс это один из моих любимых музеев который построил Тедел Анда в Нойсе вот это бывшая там ракетная станция которую ну которую возьмут приватный музей тоже есть по началу музей искусства востока но в нем выставляется так же современность если кто-то будет обязательно Нойс Инзерхомбройк и ракетная штатция потому что Инзерхомбройк это вообще замечательное место где ландшафтный парк под статью разными зданиями в которых в каждом павильон и там можно увидеть от Рембаранда и Сезанна самых современных художников и само это место тоже замечательно потому что в нем реализовали многие художники архитектурные проекты вот в такой конструктивистой минимальной форме или же скажем ты едешь в другую сторону 17 минут до изборки и попадаешь там в музей Лемброво то есть музей скульптуры также на мой взгляд очень элегантная специализирующаяся на скульптуре музей в котором замечательная коллекция и много других вещей ну уж не говоря там ездишь 24 минуты дальше и попадаешь в город Кёльн и уже любят музеи думаю каждый из нас знает но не каждый знает в Кёльне музей который вообще это один из моих самых любимых музеев Коломбо который построил швейцарский архитектор Цунторн и не столько он мне нравится снаружи потому что это очень сложная вещь а что это музей епархиального искусства это епархия католическая Кёльна свое собрание когда-то решила выставить на показ и вот они долго как бы решали отдали помещение бывшей раздомленной церкви там русский фрамен еще видны а внутри это конечно феноменальная реализация Цунторна наверное кто знает его вещи могут понять то есть если кто-то будет когда-то рекомендует вот искусство в котором когда у нас здесь говорят о сакральности или скажем о религиозном искусстве то в этом музее отлично представлены скажем какие-то контрастные межготические скульптуры Дворхолом или Сен-Кунелесом или каким-нибудь искурством барокко они меняют тоже каждые практически полгода свою экспозицию ну и разумеется там едешь дальше 20 минут попадаешь в Бонн а в Бонне там уж сколько чего захочешь очередной фактор на который влияет на развитие художника разумеется галереи это вот галереи города Дюссельдорфе наличие почему-то по-моему только пункты реальных галереи они а не как бы каких-то там еще салонов и все такого и ну соответственно в день открытых дверей да и потом в течение текущего времени месяц только надо что называется обкатывать это каждый студент участь и катаешь что называется на велосипеде рано или поздно приходит мысленно ну это список какой-то пример взял заслуживающих внимания галереи и это все опять же в том же так называемом нашем гомельском формате вот ну и разумеется пару имен что мне кажется самым важным для меня в моей биографии что в этот городок попало кроме меня еще 20 человек примерно которые только учились в этой школе в разном это все не за один год в течение сетеретия и фактор скажем дружбы он или там контакта даже вот сети белорусской уже не знаю назвать диаспорой или как там очень важно многие люди ну не многие но некоторые вернулись скажем обратно в Минск и я не вижу никаких проблем кто-то решает сам где ему жить и это самое замечательное ну какие-то примеры Максим Вахульчик Алексей Кашкар Жанна Град это моя собственная работа Андрей Логанов Анна Школьникова Олег Черный если когда-то будете слышать где-то рекомендую Олега Черного обязательно видео посмотреть оно недоступно почти никогда в таком пост-репродукционном формате Анна Соколова Олег Юшко Глеб Шутов Виталий Певченин Егор Галуза Сергей Раболович один из вернувшихся и который уже реализовал здесь в парке для Александра Хмыш или какие-то групповые праки как группа Ревизион или же Орфеос который тоже совместным усилием Максима Томинько и Марию Ильич был показан Максим Томинько вот это те скажем люди которых наверное сегодня уже и так все знают Минск и и которые были в контакте с этой школой не только с этой школой и мы конечно же видим определенную удачу тоже или определенный знак ну какое-то качество реализованных проект так что для меня вопрос вот да я ту работу взял которую выставлял в этой галереи Юра Шеста с этим замечательным красно-зеленым кирилличным представлением о будущем для себя же я это интерпретировал скажем в такой ремейк будучи не я потому что мне кажется с одной стороны наше представление о коллективном стратегиях показывает что они во многом не столь успешны как стратегии скажем индивидуальные и как пути отдельных художников насколько бывают сегодня оказались удачнее смелее и многие из художников уже давно представлены в музеях в то время как скажем это тоже такой контраст люди остающиеся здесь и очень часто не достигают возможно тех рубежей придерживались только изоляционной своей политики да ну да все а дальше туризм дальше как бы мир широк и я сентиментально решил перейти граня как-то личного потому что для меня кажется открытость на мир она влияет скажем для меня был важнейшим моментом почему я уехал почему я решил как бы увидеть там эти альпы или же почему я хотел понять как же чем погребен как бы скажем что погреб под собой везувий потому что не видят в натуре то есть у нас нет возможности видеть искусство мы обязаны к нему просто идти это обязанность наших как художников как профессионалов она заставляет нас равно двигаться в широком понимании если ты хочешь посмотреть действительно в 3000 лет назад в глаза ты обязан ехать в Ниапрель да а если ты хочешь пойти в будущее ты обязан ехать в Нью-Йорк потому что только в этом каньоне скажем Нью-Йорка ты можешь понять что есть настоящая динамичная архитектоника и что такое действительно высота аскреты моряковского но надо понимать пантеон не меньше достижения а можно понять другое что вейнале и наши товарищи литовские и мы не можем сказать где грань между искусством прошлого и искусством настоящего потому что и тот и другой супер настоящее вот ну и соответственно а вот для детей понять что есть структура и архитектоника настоящая еще важнее и конечно же большинство наших друзей уехав в возрасте 20-30 лет это несколько поздновато надо с 20 лет людей академия должна посылать учиться у рафаэля или караваль и не знать микеланджело сегодня мне кажется так же преступно как вообще не думать мне кажется что это скажем мой личный опыт моя любовь как бы скажем к старому искусству она постоянно находит объяснение что и современность и поэтому как там сказали про Кирюшенко брать рюкзачок идуть в Венецию или во Флоренцию или просто в Нью-Опять Лондон Париж не знаю Амстердам или мой любимый Барселон с Мисс Ландеро потому что нет ничего более элегантного на мой взгляд чем Барселонский павильон в современной архитектуре но нет ничего более отчаянно в понимании скажем вот в этой флорентийской келья где ты понимаешь а это келья Медичи который Медичи отказался от всего и ушел в нее это единственная капелла в которой есть две картины от Франжелика и понять решительность для художника или решительность художника в ней особенно в этом месте в монастыре по флорентий можно потому что создать для отшельников одну картину для одного человека это мощнейшая речь Чимабо больше нету в том Чимабо которого я знал под всем книжкам и наоборот тот Франческо которого я люблю безумно и обязан увидеть а понять что такое Леонардо и Караваджи сопоставим с тем как посмотреть в глаза Джефф Кунсу или просто встретиться с Брэдом Питером это тоже неплохая опыт который не всегда в Минске возможен как и показать настоящего Левтенштейна который ровесник моего возраста у него эти вещи мне кажется также важны для настоящего понимания что есть искусство и что есть вообще счастье когда ты можешь видеть абсолютно счастливых людей которым ты абсолютно любишь это как фейерверк в Амстердаме или запустить искание змеев в Африке и я думаю для белорусских людей важно увидеть широту долготу сойти в глубину пещер или же взойти на вулкан и понять что твоя голова такая же круглая как этот мир в общем-то это и есть момент дотронуться до попытаться дотронуться до самого особо спасибо большое Андрею все так откликнулись откликнулись на призывы Андрея задумались о том куда как будут их пути дальше с пересурженного искусства развиваться у нас у нас сейчас время для вопросов и у меня есть первый вопрос если вы не против ты все искал современность что бы ты сказал что это для тебя такое после всех этих приключений скитаний если это можно определить мы тут просто у нас был вектор мы обсуждали теоретически асинхронную современность как сегодня такое рабочее понятие ты говорил о том что не столь важна география сколько важна вот эта асинхрония в нашем переживании настоящего и мне в связи с этим стало интересно кто же в этом думает я думаю сам важен просто постановки вопрос что человек живущий должен думать эти понятия как и само понятие как бы важный процесс думать постоянно что есть искусство ну это не обязательно искусство есть же все остальные понятия что есть думать или еще и эти вещи для художника четкие установки или постоянно задавание вопроса открытого они порождают форму и как правило талант художника заключается в том или вообще почему люди художниками становятся они композиторами или писателями еще они не математиками или медиками в том что других ответов у них кроме как по форме нет и вот этот поиск формы это мне кажется самая главная задача современности что адекватную форму найти как она выглядит конечно же каждый из нас отвечает по-разному сказать что сегодня существует один стиль да наверное можно вот пошел на скульптуру и увидел один стиль отвечает ли он времени очень сомневаюсь с другой стороны мы видим там я показываю 20 художников они каждый высказываются различных но ты понимаешь что они в струе современной полифония возможно сегодня характеристика полифоническая позиция художник возможно сегодняшняя картина как бы мир но важное качество современности мне кажется это как и всех других это прямота чистота и ясность ясный простой большой как позиция как это выглядит это я думаю постоянный поезд я не могу сейчас навязать кому-то свой рецепт могу только показать свою работу попытки собственных классических решений ответа в этой вещи как в дальнейшем сложилась ваша реализация как художника как часто вы экспонируетесь на выставках может быть ваша работа есть в этих бассейнерских музеях ну и вот как вы в конечном итоге вот это образование реализовал вы сами как художники я разделяю для себя как ответ как вообще есть три типа скажем на мой взгляд реакции художников прежде всего что есть личное такой приватный художник когда людям просто работают для себя или занимаются собственными исследованиями и живут в своей мастерской есть люди которые работают в открытом пространстве общественном которые открыты на какие-то социальные и прочие вопросы и выходят в открытое пространство и реализовывают вещи есть третий вариант который мы видим в такой бизнес проект художники сотрудничества галереями и этого могут определяет какое искусство они делают то есть такое искусство конъюнктуры это просто лент вот и эти три позиции они отличительны каждый из художников из моего круга выбирает сам как бы решение как он себя ведет в моем личном случае я долгие годы придерживался двух из этих моделей работа в ателье очень такая приватная и другая как бы выход в пространство социальное или открытые галереи еще меня меньше всего интересовалась коммерческая составная вопроса и до сих пор не интересует я не знаю мне надо показывать что-то что-то делать насколько активно я действую не очень активно скажем совсем не активно потому что я постоянно говорю что у меня нет такой нужды производить много вещей я вообще думаю что в мире так много всего сделано что пора бы и подумать и поэтому я скажу ну раз в год я конечно обязательно попрошу в открытое пространство какой-то декларативной работой которая для меня важна масштабная работа то есть обычно это какая-то стенная роспись не знаю я мог бы показать какие-то работы из последних которые скажем я реализовал и которые мне кажется ну скажем важной ну какая-то работа вот такого рода это было в Люблине сделано пару лет назад union кауэр называется реализация была на данный момент самая большая стенная роспись 78 метров вот как инсталляция а не знаю сейчас я перейду на другую проблему вот и скажем где меня интересовала как раз эта связь между искусством абстрактным и искусством как бы абстрактной живописи которая приобретает скажем политическое значение потому что Люблин это город там белорусской унии с Польшей символическое для меня место с другой стороны скажем меня интересовала именно такая конструктивистская решительная позиция где предел вот этой смешения красок где это что это за скажем это союз цветов почему союз цветов должен быть черным и скажем не находя вот такого четкого живописного выхода я нашел вот такой экстатический выход скажем абстрактных белокрасных цветов которые просто два флага двух стран скажем можно интерпретировать их политическую такую картинку хотя можно восприниматься абсолютно абстрактно то есть это несложно меня в этой работе интересовала масштабная архитектонечная реализация вот таких двух понятий ну наверное еще 100 летней давности запроса где граница между абстрактным цветом и почему такая вещь как цвет может стать политическим элементом ну или не знаю есть еще какие-то вещи подказывают такая стенная роспись которая мне кажется тоже в этот момент была для меня программным вот таким архитектоничной реализацией называлась оп 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 и тут динамика скажем меня весьма интересовала хотя на самом деле еще больше интересовала именно сама выставка это выставка абиогенезис которая была в дюссельдорфе которая показывала взаимодействие между художниками и это очень удачно на мой взгляд одна из удачных из последних выставок в которых я принимал участие где действительно пластическая диалог между художественным проектом был очень хорошо совпадал потому что там фрагмент есть напротив было такой разваливающий жанр игрок вот или там другие художники ну или да одна из последних моих остальных работ в которой я принимал участие в такой бисерке с больными людьми по нашей что это больные ну как бы кандематский бихиндер которые коллеги ну в смысле умственные коллеги мы разные и наоборот с ними принимаем участие даже очень известные художники уровня вийнале вот и я повел себя ну скажем когда мне предложили сказали что вот такая тема я сказал ну как же с моей фамилией как же мне участвовать в такой выставке то есть конечно да я аж только идет ну а с другой стороны тут все очень просто вся эта игра для меня всегда была вот как я говорю любовь была Франческо это рефлексии работ армонополитного была Франческо и все эти мои сентименты монументальной живописи в этой работе проявились в такой совершенно раличной дискотичной формы Андрей расскажи пожалуйста о общении профессора и студента в основном процессе да какие у вас были там курсовые задания или это совсем не входило в такие функционеры да ну опять же каждый выбирает сам я не молодым и для меня встреча осталась такая вещь что все что я встречал в очень творчестве подавляем прочесть книги выдал список примерно 150 книг на лего как сказал Блеб Щутов на это говорит бля прочесть бы хотя бы название я попытался достать эти книги дал задание Анни Соковова которая тогда еще была в Минске отправила в национальную библиотеку поразительное было другое 150 книг которые он считал важнейшими для понимания современного искусства только 3 она смогла найти на русском языке книги 3 были до 1936 года переведены я сейчас тебе сразу не скажу но одна из них помню Геот «Гутишествие Виталия» и это конечно меня тогда задача как бы да стало я слышу язык важнейшее оружие в руках художников про задания так вот это одно из заданий или другие задания нет конечно в нашем классе не было знаний я сознательно выбирал скажемерцы и не поменял класс за 5 лет по той причине что меня устраивал человек уже определяется формировавшейся базой которая уже был базис в котором теория и дискуссия и вообще вот эта практика открытой дискуссии это самое что меня поразило то есть когда люди не обижаются на критику или когда нету никаких проблем или вот каком-то пример недавно тоже я показывал или когда студенты там задания были задания например всему классу сказано на просмотре неважно чем ты занимаешься все высказываются в форме видео не важно или скажем задание которое мне понравилось очень было как-то у Жанна Грак Даниле Бюре их класс издавал каждый год книгу это не только был класс это вообще очень интересно в нашем классе за 5 лет две книги издали то есть когда студенты сами пишут статьи они пообщаются давайте задаем да они же не свободен отказаться но у них было интересное задание когда согласились 12 студентов и сформировали очень простые вещи каждый покажут одну работу и с каждым 12 напишут компетентную эту работу или тоже было на 12 работ писать и вышла такая книга которая демонстрирует образец такой самокритики открытой дискуссии такого задания меня очень интересовали и существовали другие вещи но я говорю что существующий практический анализ каждое понеделье у нас был коллег от 5 до 7 часов обсуждения которые заканчиваются где-нибудь знаете уже за пилом и как правило показалось буквально одна две работы по 7 часов говорилось об одной работе с семьей коллективом и вот сейчас в тот момент и вот этот возможность анализа опять же по ратеретам их их это очень важнейшее понимание а как ну конечно были там были другие задания не знаю Катритам Анбрайт ректор академии теперешняя живет где-то в Америке далеко ну это не задание но такой приказ едем едем в Америку смотрим американское искусство у нас был пример такой же приказ едем в Италию таскала это настоящее только там увидеть ты можешь понять что есть здесь только Швеглер которого каждый Калёв им каждую неделю там не знаю какой день недели у них был обязан приносить что-то делаешь то есть он считал что дисциплина должна быть прежде всего и активность художника ну а так как человек был такой художник любитель миниатюр то в общем можно было прийти на салфетке и ему показать что-то и тоже он тебя потом пять часов допытывался за каждый штрих что есть почему ты одни зон когда-то рассказала Катарина Фридж она принесла на очередной калёв покрашена в чёрную машинку купленную модель для него это было вызывающе потому что в те годы кто мог такое представить что можно взять ради-мейт тем более поп-артистки превратить его в монохромную живопись и всё don't hand touch и вот очень насторожен с годами мы видим что то что открыл Швеглер во Фридж стала её трендмаркой и вот эта тонкость отношений честная или вот эта наблюдательность которая свойственна многим художникам и это необычная радикальная позиция которую могут выявлять профессора это конечно самое интересное ну и разумеется разные есть модели Йозеф Бойс сказал мой класс открыт для всех по-моему сразу же записало 178 человек в её класс надо представить почему дальше необходимость породить социальную пластику а позже быть соучредителем партии зелёных а сегодня третья сила в Германии в политическом смысле это поразительная вещь какой-то вот вот говоря продолжая эту идею насчёт вот этих разных апостасей Бойса а насколько для художника в твоём представлении для художника который обучается в академии важно знать о других областях жизни вообще я не знаю о политике об экономике с одной стороны в других областях жизни а с другой стороны и о других сферах знаний о том что социологи делают современные к примеру да есть давняя давняя позиция по отношению к академии в гречески кажется было на дверях не записано до не знающей математики не войдёт абсолютно я думаю что сфера и социальная и научная это просто реальность скажем ну европейского любого художественного круга невозможно найти я не встречал ну в смысле какого-то там человека из круга людей которых я уважаю который бы не интересовался всеми аспектами ну и разумеется техническими тоже как сегодня может быть художник не знает ту сферу в которой он работает это практически невозможно я думаю что вообще философия скажем материи это тема которая в беларусском искусстве почти не просматривается часто мы можем думать что это какой-то трешняк треш такой вот выставлен когда люди много работают с мусором или с какими-то вещами скажем вот такой пример как кицель класса который действительно заставлял студентов работать только с бедным материалом то есть бросовым еще но пластика которая порождается и выбор и вот вся эта материализация этих работ то есть переход там гипсы к камню там еще это важно так вот еще так же но когда про социальные аспекты безусловно на мой диплом пришел МЕРС и посмотрел на работу и сказал Андрей ты понимаешь социальное значение футбола и ответь мне на простой вопрос твоя работа это математическая модель или искусство в общем-то набор таких вопросов ставит тебя в определенные тупики преодоление тупиков это конечно и есть задача а так как конечно говоря о немецком обществе общество открытой демократии где демократическая дискуссия это важнейший инструмент вообще утверждения каких-то идей это в самом деле срок умеется это тоже кстати одна из вещей самых интересных которые происходит в Сюльдорфе такие вещи поступающие по кабинам когда приглашают лабора не таких людей как я но приглашают людей публичная реакция да то есть самые известные художники мира углашаются в Сюльдорфскую академию в Сюльдорфе в согласовании перепроводят потому что это вечер там последние это было дорого это вот и конечно ну я поразился например какие-то вещам где с Ульдорфа тоже ну да например с Эриком Булатом можно было поговорить в Сюльдорфе в Сюльдорфе чего никогда не удовлетворилось в Москве и разумеется это ну всегда как бы это очень это очень приятно когда значимые люди в мире искусства непосредственно имеют возможность представить свои позиции и соответственно точно так ответить на вопросы и это тоже очень интересно потому что студенты же они же как это агрессивные они же задают очень неудобные вопросы и это тоже замечательных сторон скажем немецкого образования агрессивные частные ну или ироничные не в том плане конечно ирония и молодая энергия двигателя в общем-то это интересно бывает ну и бывает по-разному бывают очень скучные художники очень хорошие художники бывают очень скучные презентации это тоже бывает все люди любят говорить по-разному это как раз тоже разность познавания как какие авторитеты от искусства как реагируют это такой хороший очень пример тогда ты учишься еще а уже у тебя твои псевдокумеры или псевдокумеры ты с ними полуметрия это очень удобно это очень по-настоящему а диплом вы скажете окончательно вы нет диплом получился документ в смысле работа сама есть как докамая какая-то есть да я вам показать свою работу ты показывал дипломные работы когда вы стояли в очереди в академии это не обязательно диплом потому что парадоксально это как раз критикуют и все говорят что ну как же в других школах в Встердаме или еще где-то или в Берлине есть вот такой показанной диплом а в дипломные это вот нет оно есть формально но ты не можешь различить если это во время просмотра то ты наравне с другим выставляешься и потом просто приходит комиссия и она говорит да есть скажем а летом таки вообще никто не видит кроме твоих там других то есть это поэтому всегда борьба в беднюю семестр оканчивая школу или в зиму но это вообще интересная тема вот ну диплом потому что на самом деле надо понимать что для немцев очень многие годы как для американцев и японцев было важно понятие мастер-шуля мастер-шуля это ну как там димир многие скажем те кто приехали даже раньше на меня учиться они никогда никаких дипломов не получали а примерно на третьем или четвертом курсе они могли от профессора получить удостоверение что ты мастер я тебя признаю этого достаточно для того до сих пор в этих трех странах вот сейчас немножко изменилось сейчас действительно произошла атака министерства культуры такая и сказала нет ну что это такое как это как ну докажите вот поэтому ты обязан какие-то вещи исполнить ну там три года изучения истории искусств там курс философии курс там теории литературы или теории видео или еще чего-то и практическая работа на исполнение чего-то я вот такой могу исполнить себе рельеф отдельная тема про нее надо было рассказывать про эту работу потому что в принципе это звуковой рельеф получился чтобы не меня интересовался Андрей я правильно поняла что ты немножко наблюдаешь за тем что происходит в современном глобусе москве ну да я наблюдаю со стороны внутри тоже если вы понимаете может быть как широкое поширенное было такое предложение сделать выставку в Москве на куратор и планировал в музее дважды или трижды согласовали что-то не происходит и даже видели на выставке куратора к этой выставке и называлась была расширенная такая не то обдолбанная или еще какая-то но так мне будет все-таки интересно что бы ты сказал о тех процессах последних лет может быть уже после на минуту мне конечно трудно дело в том что я сюда заехал к вам на час а на самом деле у меня такой турнер в этот раз в рамках программы на пути к современному музею и это как раз тема сколько лет есть в воздухе что ну как это так мы существуем как страна 20 лет существуем уже как минимум в модернистском искусстве Беларуи присутствует сто лет и у нас все еще в этом таком развитом раю нет элементарного или как бы элемента нет музея современного искусства то есть он есть конечно ширина но все же знают что это всего лишь столовка какая-то кухня-столовка или что там которую никогда не поремонтировали и я как раз в этих лекциях говорю вот например одна из них называется зараз лекция или зараз по-русски неважно зараз зараз или прозараз о тенденциях к современному белорусскому искусству ну и таких тенденций как в этой презентации ну не знаю там набралось у меня 13 не знаю почему на счастливое число белорусского музея это называло вот а что вот так сейчас секунду ну показываешь ну показывай да вот так за раз проехать все эти там не знаю 1300 иллюстраций о том что происходит в белорусском искусстве и конечно я тебе так не отвечу просто но анализ у меня есть и это для отдельной лекции вот то что по регионам держу я почувствую себя таким осветником хотя не знаю надо это кому если это надо то почему это не надо тем кому это надо вот я хотела только спросить так мы я не знаю 5 лет назад обсуждали да состояние современного белорусского искусства хотела узнать за тот период как вы считаете да да произошли какие-то значимые изменения я думаю изменились но возможно не в смысле качества какого-то явления сколько сама атмосфера изменилась и вторая момент изменения произошли в сфере вот этого легализации понятия современного искусства что скажем если мы когда-то начинали программу 8 лет назад и тогда вообще стоял вопрос ничего не мало да а только мы с таки я тогда говорил что есть а то сегодня как бы уже вроде как номинально есть там есть и музей SUC�� с участвователь Ст fall есть и выстав авангарда и как бы уже даже президент и министр все говорят что это все есть и все надо и некоторые уже Кловаров говорят что уже дважды стали под музей современного искусства вот есть галилей современного искусства вост Anh Einstein есть изменения но если мы такими шагами будем топать не знаю, в третьем тысячелетии предвиделись. Поэтому я тоже говорю, что вопрос географии смешон для многих людей моего поколения, что всякие, что понимают, что проблематику проще перейти в Рубикон, где-то, конечно, в другой ситуации, где проблем с потреблением нет, русских становятся частичкой, ну или достойчивой, как мы будем говорить, потому что русский интеллигент чем отличается от западного? Западный является частью, как русский должен выстроиться вокруг себя, под силу только титану, и мы считаем, что наш народ порождается западным. Ну что, я тогда еще раз поблагодарю Андрея, надеюсь, что вы послушали полезные вещи.